Доброго времени суток, мои приятные молодые люди, с вами Ильдар, и я скрутил себе шею, но считаю, что это не повод для того, чтобы бросить всё на полпути, и нужно довести всё до логического конца. А довёл себя до ожирения. Ребята, всем привет! Меня зовут Приятный Ильдар, посмотрите на этого маленького, миленького мальчика, весит 80 килограмм, где-то так, сейчас 110, чтобы вы понимали. Такой зелёный, ну ладно, не зелёный, а какой он, наверное, а не, ну да, наверное, больше зелёный всё-таки, цветокоррекция ещё такая себе, но всё равно, качество картинки неплохое, звук хороший, занавесочки. Я вот сейчас у сестры дома примерно такая же, считайте, картинка, давно ролики не выпускал, поэтому вот решил, что в таких даже походных условиях вполне себе можно работать. В общем, я сегодня с утра проснулся и подумал, как же я хочу, чтобы мне свело олдскулы. Именно поэтому я выбрал сегодня своей целью шоу «Званый ужин». Мы будем пересматривать с вами легендарнейшие выпуски, легендарный сезон. Если вам зайдёт, посмотрим чуть-чуть больше, потому что, естественно, не на все «Званый ужин» я делал обзоры, реакции и т.д. Сегодня будет у нас обзор «Званого ужина» с Яной Лукьяновой, меня с ней связывают только тёплые отношения. Я помню, как я немного, скажем так, нелицеприятно высказывался в её адрес. Она также записывала мне какие-то ответки в интернете, которые я до сих пор не посмотрел. Ты вообще вменяемый! Но мы уже все выросли, и можно, наверное, на это шоу посмотреть немного под другим взглядом, немного поугарать, посплетничать, так сказать. Яна, привет! Наверняка посмотришь этот ролик. Как-то так, ребята! Блин, посмотрите, какой молодой был, какой классный! 8 лет назад, боже ты мой! Ой, было время! А тут уже, как говорится, без минуты 30 лет. В общем, надеюсь, вам понравится эта реакция. Перед просмотром хочу сказать, что у меня есть мерч прекрасный по ссылочке в описании. Вы можете его найти, люди не меняются, игнорируй. Рубашки, штанишечки, маечки, всё, что захотите. Скоро добавим также ещё на сайт и мелочёвочку разную. Когда вы покупаете мерч, вы меня этим очень сильно поддерживаете, потому что, как известно, монетизации с аудиторией, которая живёт в России, нет вообще. Донаты тоже я пока никакие не подключал, ничего не подключал. Работаем, так сказать, на характере. Но, как говорится, это не самое плохое, что могло произойти в жизни, поэтому смотрим, поднимаем себе настроение и, как говорится, ностальгируем. Пять самых ярких участников, не занявших призовые места в конкурсе на звание самого гостеприимного хозяина недели, снова в программе «Званный ужин». С понедельника по пятницу они будут ходить друг к другу в гости. Каждый из них... Мне кажется, это шоу было первооткрывателем просто по созданию конвейера вот этих всех фриков. Вот потом за «Званым ужином» начали повторять все подряд там «Давай поженимся» и прочее шоу на телевидении. Только вспомнил «Давай поженимся». Вообще, стоит отдать должное. Раньше, конечно, я все-таки делал обзор, я прямо отсматривал весь материал. Мне кажется, тогда немножко терялась душевность, хотя работы, конечно, было проделано намного больше. Сейчас хочется весь ролик вместе с вами посмотреть, и мне кажется, мы дико кайфанем. Прежнему имеет одинаковые условия при покупке продукта... А, ребят, что еще хотел сказать? Очень важная информация. И продолжим смотреть. Влог из Якутии делается. Пожалуйста, ждите его. Он, скорее всего, будет на следующей неделе. К сожалению, из-за моих передвижений по миру очень сложно его сделать, потому что материала очень много, но все в процессе. Так что на следующей неделе все будет. Я надеюсь, вы ждете это прекрасное путешествие. Не знаю, на какой канал я его выложу. У меня есть еще второй канал. Я Эльдар. Можете его найти как-нибудь где-то в интернете, там 300 тысяч плюс подписчиков. Может быть, я его выложу и туда, чтобы, скажем так, такой действительно классный, качественный контент не мешать с реакциями. Реакция тоже, конечно, классный, качественный контент, но не такой, как влог из Якутии. Мне кажется, этому влогу нужно отдельное местечко, где можно будет им любоваться и, так сказать, лицезреть. И только три часа на приготовление ужина из трех блюд. Задача каждого – учесть все свои ошибки и продемонстрировать высший класс в искусстве принимать гостей. Что подать к столу и как развлекать гостей, решает сам хозяин дома. Каждый вечер гости выставляют хозяину оценки. И в пятницу мы узнаем имя победителя, лучшего из худших, который получит приз от программы «Званный ужин». Смотрите на канале РЕН-ТВ программу «Званный ужин», в которой каждый может доказать, что именно он – непревзойденный хозяин. Победителя нашей программы ждет удивительный подарок от спонсора. Один из наборов косметики Дэшели. Это полноценный... Наверное, это надо вырезать. Ну ладно, прорекламируем косметику Дэшели. Я уверен, что она не существует уже давно. Уход за кожей лица, тела или волосами на основе натуральных компонентов. С косметикой Дэшели. Вот такие вот раньше интеграции были лет 15 назад. У вас всегда найдется время не только на приготовление вкусных блюд, но и на уход за собой. Дэшели, потому что работает. Клянчить у мамы деньги на Ягуар? Мама, потому что работает. Здравствуйте, друзья. Здорово. Я вот, если честно, до сих пор не понимаю, как эти два ведущих, помните, там лысый был чел, и вот этот. Как они не сошли с ума просто. С вами я, Александр Ковалев, ведущий программы «Званный ужин». Оптимисты утверждают, жизнь не настолько скупа, чтобы дать нам только один шанс. И наша предстоящая неделя – прямое тому подтверждение. Потому что за звание лучшего хозяина будут бороться те, кто однажды уже проиграл и занял пас. Это, получается, лучшее из худших у нас будет. Боже. ...днее место. Итак, не упустить свой второй шанс попробует профессиональная бездельница Яна Лукьянова. Я смотрю на нее, просто вот какой образ она пыталась тогда сделать в интернете. Просто провоцировала, да? Ну, как-то так это работает. На этой неделе я докажу всем, что победа не главное. Главное – вести себя так, как ты считаешь нужным. Несмотря на моральные устои, правила приличия, какие-то общественные нормы. Ты – это ты, твори что хочешь. Певец и продюсер – Макс. Ну, вообще, знаете, вот спустя время можно сказать, что у него достаточно интересная жизненная позиция. Светский. Я безумно рад, что мне дали второй шанс, потому что я хочу справиться, показать себя с лучшей стороны, показать себя искренне. Макс Светский. 21 год, боже. Ты моя хорошая. Моя ты курочечка. Майка, а не то, что было в предыдущий раз. Студент – Дмитрий Витчинников. Ха-ха-ха, я помню этот чел. После обзора писал мне и просил удалить обзор или в судно меня подаст. Сука, это очень смешно. Действительно, ощущаю в себе второй шанс. И тот факт, что я могу сделать все то, что я не успел придумать. Просто, прикиньте, да, вы фрик какой-то. Приходите на шоу, где ты ведешь себя как фрик. Естественно, все это обсуждают. То есть, явно ты за этим шел. И чел мне пишет – удали обзор. Ха-ха-ха. Но мне кажется, он это сделал только для того, чтобы, знаете, какой-то хайп поднять. В прошлый раз. Архивариус Николай Должанский. Разумеется, я рад снова побывать на званом ужине. Ну, это легенда. Тут даже нечего сказать. Если вы не знаете, кто такой Коля Должанский, ну, мне с вами не о чем разговаривать. Естественно, она дает возможность для какого-то креативного раскрытия, потому что можно себе показать творчески. И радиоведущая Анна Аргазмова. Я бы сказала, что у меня настрой такой агрессивно-позитивный. Хочется. Вот с ней, по-моему, все очень плохо. Насколько я знаю, она умерла. Ее, по-моему, в своей квартире, в общем, и кокнули. Ограбление какое-то было. И победить, и хочется. Ну, вот видите, у нас такой немного весело-грустный трибьют. Новых людей, безусловно, но в основном победить. Я знаком с Яной Лукьяновой лишь заочно. Но уже успел понять, что эта девушка ни перед чем, и ни перед кем не остановится. Для достижения своих целей она готова идти напролом. Тем более удивительно, что в нашем соревновании она заняла лишь последнее место. Попробуем разобраться в причинах ее поражения. Конечно, людей, с которыми наша героиня провела ту неделю, за соперников она не считала. Хотя там были очень яркие личности. Музыкант и композитор Арей, танцор и певец Алекс Хасанов, представитель чешской компании Павел Догнал и трейдер Анна Вегас. Трейдер Анна Вегас. Блядь. Мне интересно, чем она же трейдила таким интересным. Мне кажется, Анна Вегас, таким именем, максимум может трейдить какими-то своими булками на шесте. Когда ее просто кто-то вызывает к себе в кабинет, либо в каюту, либо куда-либо. И, ну, в общем, короче, имя такое, проституток обычно. Церемонная и самоуверенная Яна легко критиковала любые блюда и запросто устраивала скандалы и даже драки. Поэтому гости, отправляясь к ней в дом, радушно... А, я помню, это вообще то. Хозяйки не ждали и были удивлены, когда Яна не только подала к столу салат с Жозефиной с курицей с клубникой и баранину Людовик-15 с помидорами и баклажанами, но и вела себя сдержанно и достойно. Расслабившись, соперники с удовольствием приняли участие в психологической игре и ответили на неудобные вопросы хозяйки. Однако вздорный нрав дала себе знать уже на десерте. И шоколадно-кофейный напиток Борджа, оправдав название, отравил весь вечер. Знаете, мне кажется, даже в шутку, когда вот себе человек, так, бля, боже, там просто стакан блевать и какой-то... Итог Яны 210 баллов обеспечил ей последнее место... Четыре свадьбы, ребята, с пятницы, пожалуйста, берите пример, показывайте все баллы. ...в турнирной таблице. Со времени первого участия Яны в званом ужине она проделала путь от кредитного эксперта до профессиональной бездельницы. Короче, я изучил немножко вопрос перед выпуском. Мне стало интересно, где Яна Лукьянова, чем она вообще занимается. Она стала психологом. Яна, привет. Возможно, сегодня мы узнаем и о других изменениях в ее жизни. Боюсь, только они не коснулись Яниного характера. Доброе утро. Ну, здрасте, заходи. Хоть кто-то явился. Что, не ждали? Ну, слава богу, хоть ты, а не Гриша. Гриша огорченный, остался бы за дверью стоять и пошел бы домой. Что, характерами не сошлись? Да, ты знаешь, такой помощник, он больше во время в помощи. Но у меня этот характер еще хуже. Ну, посмотрим. Может, огорченный пойдешь ты. Ну, проводи. Ну, проходи, что ли. В связи с тем, что Яна называлась обеззельницей, ее квартира представляется мне достаточно пафосной. Безусловно, евро отремонтирован. Блин, ну, знаете, что удивительно? Мне кажется, что у Яны все равно достаточно много было ухажеров, да, которые ей донатили бабосики за то, чтобы она проводила с ними время. Хотя, вот, ты смотришь на нее и понимаешь, что девчонка-то достаточно непонятно, может, она чем-то болела, а может и нет. Ну, в общем, даже... Слышите, это гроза, там такой дождь идет. В общем, Яна в те времена выглядела, мне кажется, хуже даже, чем сейчас. И ты вот, когда смотришь на нее, типа, ощущение такое, будто бы она только выписалась из клиники, и у нее был сифилис, не знаю. Ян, когда мне в обиду? Ну, шутки они такие. Ты вообще вменяемый. В розовых тонах, в мехах, стразах. Ну, вот, собственно говоря, так вот, Сашенька, я и живу. Прекрасно живешь. Спасибо. Предыдущая квартира тоже была неплохая. Ну, главное, что в лучшее, не в худшее. Вот полностью. Полностью согласен. Переезды это... Знаешь, что я тебе хочу показать? Да. Я тебе хочу показать маску, которую недавно мне подарил поклонник из Венеции. Ну, это, наверное, так какой-то подпольный бордель в Москве назывался. А ведь небогатый поклонник, видимо. Ну, видимо, да. Но знаешь, что называется, чем богато, тем и рады. Дорого внимания. Да, я должна хоть такой маленькой матрешке обрадоваться, как маленькая девочка конфетки. Изобразить восторг. И, может быть, в дальнейшем подарят не такую обтрепанную, а не такую, как бы, обшарпанную. Классная манипуляторша, да? Она, получается, хотела произвести впечатление на ведущего. Он отреагировал, мол, маска-то говно по факту. И она такая, ну, да, конечно, говно. Он может подарить в следующий раз и получше. Мне кажется, что Яна не такая слишком открытая девушка. Ну, чел просто точно сидит на пятилитровой канистре. Не домашние. Не домашние версии. Любит клубную жизнь и бессомно любит секс. Еще хочу тебе показать наручники. Это к вечеринке сегодняшней подготовилась? Ты знаешь... Кто не будет потреблять твою еду? Если вы мне приведете не пару года, два урода, а каких-нибудь таких относительно нормальных ребяток, ребятишек, то вполне возможно, мы с ними поиграем в разные игры. Я их научу взрослым приемчикам. Но скажу тебе по секрету, больше я все-таки люблю доминировать, нежели подчиняться, не подчиняюсь. Я вообще... Поэтому посмотрим, что... Люблю доминировать, нежели подчиняться. Я не подчиняюсь вообще. Мне бы хотелось посмотреть, как бы Янка себя вела, если бы ее там задержал какой-нибудь полицейский. Она такая, я не подчиняюсь вообще, извините. За дебилов вы мне приведете. Думаю, что Яна будет показывать фотки, потому что, как правило, сегодня все помешаны на фотографировании. Но, к сожалению, как правило, фотки все абсолютно скучные, поскольку редко кому удается что-то необычное сфотографировать. На самом деле, я с недавнего времени, с недавних пор, начала заниматься балетом. Это мое первое занятие. Что-то досмогла. Покажи, покажи. Что-то дополучилось. Это все? Это все, да, что я смогла. Но, тем не менее... Ты молодец, потому что... Это мое первое занятие. Все это нужно? Я старалась. Планшет Samsung. Ну, тогда, наверное, был первый iPad. Янка, у тебя как-то, наверное, все-таки сложно было со спонсорами, потому что я Samsung. Первый вообще прекрасно. Это вот первое занятие я... Просто подняла ногу на уровень пояса. Ломать свое пропитое тело, свой пропитый организм, ну, вот как-то досломала. Это замечательно, молодец. Главное, чтобы делать за себя. Да, да. Молодец. Ян, ну скажи, пожалуйста, сегодня гостей кормить-то будем? Попробуем. Попробуем. Пойдем, для начала меня обсудим. Пойдем. Я думаю, что блюда у Яны будут максимально простые. Канапе, бутерброды с колбасой. Ну, потому что... Хлопай ресницами и взлетай, но не ресницами тру-ту-тай. Такая вот песня. Подумайте сами, чем еще можно похлопать. С профессиональной бездельницей, то человек, если ленится работать, то и ленится готовить. Я, ну что, мне нравится, как они с полным серьезом, знаете, обсуждают вот этот прикол от Яны Лукьяновой. Типа, я профессиональная бездельница. Вообще, хочется сказать, спустя время все-таки, что Яна Лукьянова это просто бесподобный тролль. То есть, она еще тогда умудрялась троллить всех на телеке, понимаете? И мы это как-то очень серьезно обсуждали. Говорили, какой она фрик, какая она странная, страшная и т.д. А по факту-то девочка пришла и хоть как-то себя пропиарила еще в те времена. Сколько просмотров она насобирала. Вот вспомните, там у меня ролики с ней по 4-5 миллионов просмотров. Просто гений. Рассказывай, чем сегодня будешь кормить гостей? На самом деле, у нас сегодня день шоколадной стервы. Да, со вторым ингредиентом все в порядке. Ну, я думаю, с первым тоже, я же все-таки брюнетка. Отлично. Что на закуску? Курица, аромат скандала с шоколадно-банановым соусом. Ничего себе. Курица с шоколадно-банановым соусом, блядь. Блядь, это сказала, я почему... Да, да, да. Основное блюдо? Основное блюдо у нас свинина с облазн и оргазм в пряной корочке с какао. Яна, я с нетерпением жду название десерта. Я с нетерпением жду, не придумал, что сказать, а потом придумал. Десерт у нас шоколадно-кофейный торт от Петая... От Петая, сука. От Петая С, ты хотела сказать. Скажем так, там еще три буквы. Я не понимаю, почему ее никто не взял какой-нибудь ведущий на телек. То есть, блин, мне кажется, она отлично бы смотрелась на каком-нибудь Доме 2, например. И посадили бы ее на какую-то диету, например, где нет алкоголя. Потому что я посмотрел ее там инстаграм, мне кажется, Янка до сих пор там наваливает нормально. А так вот у нее бы, может, какая-то цель появилась такая более глобальная. Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой должны купить продукты для званого ужина? Она такая, нет, сходи сам. Я же профессиональная бездельница и содержанка, откуда у меня деньги. Ты знаешь, вроде как все есть, но я очень люблю тратить деньги, поэтому пойдем что-нибудь, может, еще подыщем. Прогуляемся. Стоп, 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 нам надо ма... Мы сейчас посмотрим цены старые, знаете, это какой год, 13-й, 11-й какой-нибудь. Так, масло 59 рублей, оно столько и стоит. Сколько сейчас масло стоит? Видите, там 59 рэ. А нам понадобится кофе. Ну, пожалуй, вот это самое дешевое. Самое дешевое, это 199 рублей банка Якобса Большого. Вот, Леня, дойдет. Как Яна относится к своим гостям, более-менее уже понятно. Остается выяснить, что гости думают о сегодняшней хозяйке и ее меню. Это меню характеризует профессиональную бездельницу Яну, все-таки как человека, который... Что-то будет делать явно. Не посещая библиотеки, а, скорее всего, другие сумбурные, суетные места. А при чем тут библиотеки к ее меню? Ты думаешь, люди для того, чтобы приготовить курицу, ходят в библиотеку и там поваренную книгу читают, братик? Ну, у меня ощущение такое, будто бы вот все остальные люди, кроме Яны Лукьяновой, действительно серьезно подошли к этому шоу. Мы видим в закуске, что она любит поскандалить, любит получить удовольствие максимум и... Глубокая аналитика меню, где Яна явно просто троллит всех подряд, типа курица в шоколадном соусе. ...выть себя любимым кусочком торта. Девушка, видимо, с апатажными наклонностями, но может книжек... А это второй тролль. ...очитала, может быть, фильмы не те смотрела, но у нее не ощущается глубины вот этой вот скандальности. А что касается названий, то здесь полностью такая характеристика, о ней уже дается, что она уже реально отпета. А еще нам для этих мразей долбанных понадобится шоколад, но я подумаю, может быть, я его сама сожру, им ничего не оставлю. Будешь? Ну, подержу. Блядь, мрази и доба. Слушайте, ну, по факту она права, понимаете? Это худший участник, который меньше всего баллов набрали и пришли сюда. Значит, мрази. Знаете ли вы, что недавно... Блядь, рубрика эта... Я вообще не понимаю, как они все это совмещали в одной передаче. То есть просто есть фрик Яна, которая ходит по этим всем шоу и пытается навести суеты, так сказать. И тут просто наша ведущая начинает интересную минутку про шоколад. Британская дизайн-студия создала комплект сантехники в натуральную величину из бельгийского шоколада. А ну нахуй! Ванна, раковина, унитаз и бидет выполнены из молочного шоколада, а причудливые узоры на них из темного. Стоимость комплекта 133 тысячи долларов. Но предметы можно купить по отдельности. Не хочется мне с утра шоколада? Давай-ка купим такой. Знаешь, что-то не хочется мне с утра шоколада? Давай-ка купим такой. Все логично, все понятно. Не много ты набрала-то? Нет, мне можно. Ну ладно, уговорил. Экономим деньги. В смысле, как экономим деньги, если она любит потратить деньги? Боже. Это каразина просто, знаете. Человек, который действительно разбрасывается бабками. Проверим, может быть? Я думаю, не стоит, нет. Ничего страшного, если что, голодными останутся. Помогу, может быть? Да ладно, я все сама. Дорогие друзья, мы начинаем с Яной. Мне нравится, что чел действительно подготовился к готовке с Яной. Теперь нам презерватив. Готовить мой внешний вид, это всего лишь предупреждение моего коллеги Гриши Шубчука о том, что Яна не всегда готовит аккуратно. Ну, нравится тебе выглядеть как сперматозоиду и недоделку. Пожалуйста, твое право. Мужчина всегда достоин женщины, которая рядом с ним. У тебя есть три часа на приготовление трех блюд. Выкидывай будильник в дальние дали, все под контролем, я успею все приготовить. Пока ты не опасная, вот так сделаю. Скажи, пожалуйста, блюдо, которое сейчас мы с тобой приготовим, называется? Блюдо называется свинина, соблазн и оргазм в пряной корочке с какао. Я сторонница того, чтобы люди разделяли продукты, которые они кушают. Ну, по анне оргазмовой видно, что она не особо следовала этому правилу. Блин, вообще на самом деле, конечно, люди, которые ушли в мир иной, можно хорошо, либо хорошо, поэтому она оргазмова прекрасная женщина. И свинина, то свинина, какао, какао. Я очень редко ем свинину, только как я отчасти. Мне нравится вот этот, знаете, писк на фоне от микрофона, сразу понятно, что ты смотришь передачу, которая уже лет 600. Я вегетарианец и ем свинину, только шашлык. Какао совершенно не... Что он сказал? Я вегетарианец и ем свинину, только шашлык. Подождите, это очень важно. Я очень редко ем свинину, то как я отчасти вегетарианец. Я очень редко ем свинину, мне кажется, свинину для вегетарианцев, это просто, ну, я даже не знаю. То есть, всё, ты, если ты ешь свинину, ты не вегетарианец, нет. Я отчасти вегетарианец, слушайте, ну я тоже отчасти вегетарианец. Я свинину достаточно редко ем, потому что, ну, типа, есть говядина, есть курица. Иногда ем свинину, получается, я вегетарианец, всё. И ем свинину, только шашлык. Логические цепочки, как всегда, просто приветствуются в этом шоу. Какао совершенно неуместно в этом блюде. Оно ещё более неуместно, если предполагать, что блюдо готовилось как эпатажное. Ну, раз я профессиональная бездельница, то зачем же ей что-то готовить? Пускай прямо живую свинью заведёт, обмажет её ещё какао, и мы будем от голода бегать за ней и ловить её. Ян, вот это было неплохо, это была хорошая шутка, мне нравится. Дмитрий Вечеников, ставлю лайк себе. Безн, расскажи, пожалуйста, какие ингредиенты нам потребуются для приготовления этого блюда? О, нам потребуется свинина, тмин, тимьян, паприка, корица, соль, кунжут, перец, тростниковый сахар, какао, растительное масло, руккола, смесь салатов и манго. Замечательно. Ну и теперь, так сказать, в обрамлении какой-нибудь твоей колкости, готов прослушать, что же мне необходимо сделать, чем помочь тебе? Слушай, ну, я думаю, задание такого школьного уровня, как раз твоего. В обрамлении твоей колкости я готов приступить к делу. Порежь манго, как соломку, а я... Как раз твой уровень нарезать соломку. Пока займусь свининой. Как соломку, это прекрасно. Взяв приготовленный кусок мяса, хозяйка добавляет к нему немного... Когда она сказала приготовленное, я подумал, типа, он уже отваренный, но он... Бля, ладно. Я уже слишком придираюсь к словам. Мина и тимьяна засыпает его корицей, солит, перчит, приправляет столовой ложкой сахара, а прокидывает на свинину какао, семена кунжута и заливает все оливковым маслом. Вуаля, готово. А теперь мне надо все перемешать. Пряная корочка с какао. Я думаю, будет просто приготовлен соус, куда будет добавлен какао. Но Ян, наверное, не знает о том, что какао – это не специи, и добавлять в соус неприлично. Я, ну, нисколько не соневаюсь, что название... Да, потому что какао начинает материться сразу, ну, не уживаясь с ингредиентами, и уже начинается небольшая потасовочка. А кто выйдет ее? А кто ее... Ах, бля... Ой, все, бля, ребят. Я просто идиот, все забейте. Для блюд сама ты придумывала? Конечно. Я хотел сказать, а кто будет разнимать эти все приправы и ингредиенты? Какая-нибудь солонка? Бля... Это блюдо называется так. Потому что когда мужчины смотрят на меня, в 99% случаев они думают именно об этом. Мне кажется, что в 99... Я когда смотрю на Яну Лукьянову, я думаю, что это какая-то внебрачная дочь, дятла Вуди, и не знаю, и папайя, который шпинат ест. В 99% случаев ты думаешь, что они думают так, а тебе? Ну, обманываться я тоже рада, как писал Пушкин. По крайней мере, это будет мой личный самообман. Я считаю, что назвав свое основное блюдо соблазнный оргазм, Яна нас зовет, чтобы мы попробовали это основное блюдо и получили максимум удовольствия. Свинина у нас теперь вся такая пряная, ароматная, прям как я. Ты прям, да, у меня манго лысый. Ну, прям как ты почти, года через два. А свинину я теперь отправляю жариться вместе с растительным маслом. Она уже туда прям очень хочет. Боже, такой толстенный кусок свинины. Она потом уже в духовку, да, положит, наверное. Ну, а тебе, дорогой мой, осталось нарезать манго ломтиками, как я и просила. Я не знаю, конечно, какую часть свинины будет готовить, но не люблю кушать большие кусочки. Мне все-таки интересуют именно маленькие, так как их можно сразу прожевать. Не люблю кушать большие кусочки, меня интересуют маленькие. Потому что, скажем честно, я как бы иногда вегетарианец, а иногда и натурал. Поэтому, как бы, у меня отверстия не такие большие разработанные. Поэтому маленькими, как бы, штучками вот бы хотелось поработать. И скушать. Ян, ну, понятное дело, вспоминаешь свое участие в званом ужине с добром, с эмоциями прекрасными. Анализировала, почему заняла последнее место? А, знаешь, Саш, я вот думаю, что действительно, в прошлый раз на званом ужине я была очень добродушной, доброжелой. Мне кажется, ей вообще срать, что там жарится, что не жарится. ...прям такой, хорошей девочкой. Поэтому пришла пора, наверное, показать, какая Яна есть на самом... Я напомню, что Яна Укьянова на прошлом званом ужине просто потягала за волосы свою соперницу. И это она называет добротой. Я буду целенаправленно приходить к этим жалким людишкам и портить им ужин. Думаю, что профессиональная бездельница, в принципе, может быть серьезной соперницей, поскольку у нее много свободного времени. И в это время можно предположить, что она тратит на измышления каких-то хитрых ходов, там, комбинаций, интриг. И, соответственно, можно сжать от нее какого-то подвоха. Мясо у нас обжарилось до угольно-черного цвета. Теперь пора отправлять его на противень, а потом запекаться в духовку минуты 15-20 при температуре 180 градусов. Боже, какая блевотня получилась. Боже, я даже не знаю, что сказать. Типа, как можно такое, в принципе, приготовить, додуматься до этого? Типа, она просто совместила несовмещаемая. Мы готовим шоколадно-кофейный торт, отпетая. Дальше вы знаете. Меня смущает его название. Именно поэтому я думаю, что мы должны ждать какой-то сюрприз от этого торта. Скорее всего, здесь какая-то подстава, потому что... Будет бросать его в лицо. Шоколад – это афродизиак, а кофе не даст нам уснуть. Хотелось бы, чтобы торт был сладким. Раз уж придется его кушать, то хотелось бы, чтобы он был вкусный и получить от него удовольствие. В принципе, и должно быть получиться вкусно, если она действительно умеет хорошо готовить. Да, она точно умеет хорошо готовить. Она приготовит твои мозги. Скажи, пожалуйста, что нам потребуется для приготовления? Нам потребуются яйца, мука, корица, разрыхлитель, масло виноградных косточек, какао, соль, ванилин, тростниковый сахар, кофе, малина и мята. Яна, если потребуется моя помощь, я, как всегда, рядом. Если нет, то с удовольствием посмотрю, как отпетая участница нашего шоу готовит десерт. Можешь посидеть там за кулером в уголочке. Ничего я здесь потерплю. Что будешь делать? Первым делом я сделаю основу для тортика. Для этого хозяйке потребуется взбить яйца с сахаром, а потому лучше надеть защитный капюшон. Я рядышком тут с тобой даже приобниму тебя, чтобы тебе удобнее было. Взбив яйца, хозяйка добавляет к ним масло. Очень странно, что Яна не стала взбивать яйца и все остальное на лице Георгия. Виноградных косточек, корицу и какао, разрыхлитель и ванилин. Слегка все солит, добавляет кофе, муку и снова начинает взбивать. Такого вы, мать вашу, никогда не видели. Я бесподобна. Ты очень аккуратно почему-то готовишь. Моя кухня, что хочу, то и делаю. Довольно какой-то простецкий вариант, потому что шоколад и кофе – это, в принципе, взаимозаменяющий продукт. Можно было бы вместо кофе что-то в шоколадный торт оригинальное добавить, другое, какой-нибудь крем, допустим. Так, ну все, по-моему, по брызгам ты перевыполнила план. Молодец, постаралась. Ну что, тесто готово. Блин, вообще она, конечно, настолько отталкивающе себя ведет. Неудивительно, что люди тогда просто максимально бомбанули еще эта манера общения. Блин, ребята. Теперь я буду укладывать его в форму. Укладывай. В противень, смазанный маслом из виноградных косточек, выливаем приготовленное тесто и отправляем его в духовку, предварительно достав оттуда запеченную. Мне очень нравится, что противень просто вот так вот на бок стоял. Ну и свинину. Ставлю я на 180 градусов по таймингу 20-30 минут. Торты я вообще ненавижу, потому что это не полезно, не вкусно. Поэтому на десерт пусть подала бы бананы с клубникой, и все было бы супер. Итак, дорогие друзья, наш кусок мяса в хрустящей корочке мы достали из духовки. Ян, готова ли ты показать, как будешь подавать блюдо? Да, конечно, сейчас я как в хлеву накидаю портил. Отрезав пару ломтиков от запеченного куска мяса, хозяйка дополняет блюдо салатным миксом и соломкой из манго. Ну, так сойдет? Ну, по-моему, выглядит прекрасно, нет? Свинина пропеклась, овощи, манго, ну, просто классно, я бы попробовал. Блюдо на ужин «Соблазн и оргазм» не вызовет, надеюсь я, желудком спазм, не доведет гостей до промывания, и провокацией в нем будет лишь название. А еще здесь на полном серьезе нам предлагают, вот, как говорится, приготовить свинину шейку полтора килограмма по рецепту Яны Лукьяновой, наверное, чтобы к вам больше никогда не приходили гости. Дорогие друзья, наш десерт запекается сейчас в духовке, а мы с Яной решили, что успеем, пока он печется, приготовить и закуску. Итак, мы готовим закуску курицы «Аромат скандала» с шоколадно-банановым соусом. Меня настораживает и удручает заведомая простота самого названия «Аромат скандала», что-то можно было придумать бы и поинтереснее. Действительно будет скандал, потому что я... Мне кажется, Колю Должанского можно было удивить только действительно каким-то стандартным блюдом, типа «Закуски канапешечки». А там, типа, «Аромат скандала», курица в шоколадно-банановом соусе, что еще более креативного можно было придумать в 2010 году. Стараюсь питаться правильно, а курица со сладко... Бля, Дмитрий Вичинников, какой же ты пиздатый, блядь. Ким, никак не сочетается. Ну, шоколадно-банановый соус, в принципе, имеет место быть в десертах. Но курица и шоколадно-банановый соус, для меня это совершенно противоположные вещи, которые не должны быть вместе. Курицу, конечно, я люблю, там много... Как вегетарианец, блядь! Курицу я обожаю! Белка. Белка. По-моему, вот это самый топовый фрик, а не Яна Лукьянова. С шоколадно-банановым соусом я еще не пробовал, но мне очень интересно попробовать это сегодня. Яна, что нам потребуется для аромата скандала? Все просто. Нам потребуется вареная курица, репчатый лук, корица, вода, соль, дробленый миндаль, перец, кунжут, шоколад, кинза и бананы. Яна, позволь мне помочь тебе устроить этот ароматный скандал. Конечно. Меня радует то, что ты начинаешь становиться таким же плохим, как я, поэтому ты порежешь бананы вместе с кинзой, а я буду плакать, плакать, рыдать и огорчаться. На мою участь выпал лук. Это, понимаете, напоминает поэзию серебряного... Лук, шоколад, бананы и курица. Как заставить человека рыгать за полсекунды? Века, когда вот были все помешаны на каких-то таких гламурных, салонных шоколад, бананы, почему бы просто с огорода, с крестьянского что-то не взять, не взять укроп и добавить вот этого. А можно и чеснок, и лук добавить, все что угодно. Вот это был бы настоящий эпатаж, это было бы что-то действительно экстравагантное. Так, бананы я дорезал. Хорошо, что ты мне не поручила резать лук, я бы так никогда не смог. Что делаем дальше? Максимально неаккуратно. Мы делаем шоколадно-банановый соус и движемся к завершению. Начинаем с того, что в разогретом растительном масле пассеруем репчатый лук. Пассеруем репчатый лук. Затем добавляем к нему бананы, дробленный миндаль, шоколад и стакан воды. Соус приправляем солью, перцем и корицей. Перемешиваем, и это все должно немножко прокипеть. Мне кажется, что в шоколадно-банановый соус можно добавить чуть-чуть перчика, чтобы подострить саму это блюдо, чтобы не было слишком сладким. Ты прямо угадал. Та-дам! Шоколадно-банановый соус готов. И теперь я покажу тебе сладкую, сочную, как мои булочки, порцию. Куриную грудку разрезаем на несколько частей, добавляем к ней приготовленный соус. Блюдо украшаем кинзой и кунжутными семечками. Блин, почему ее блюда все похожи на кусок говна? Она специально это делает. И готова! Ты просто сделал сковородку говна. В духовке у нее просто кусок засушенного говна. Что она еще там делала, я уже забыл. Готово блюдо аромат скандала. Хозяйка явно скромничать не стала, экстравагантный приготовив ужин, в надежде, что хоть кто-нибудь окажется с конфуженом. Итак, дорогие друзья, наш шоколадно-кофейный... А, шоколадно-кофейный торт, точно. Тоже как кусок говна, типа. Она, короче, выбрала, видите, такую схему людей накормить говном. Слушайте, ну я до этого додумался спустя 7-8 лет. Кто-то, я надеюсь, раньше это сделал, а видите, до меня только сейчас дошло. Торт, твои 62 у тебя плохо со зрением, это торт. Дочка, не прибивай, старших. Давай, вещай. И сейчас хочу узнать у нашей барышни, как она будет подавать его гостям. Барышня вам, конечно же, с удовольствием расскажет. Торт я буду подавать порционно. Украшу малиной и мятой. Будет очень вкусно. Конечно. Не стоит ждать сегодня чудес. Ведь торт... Понимаю, зачем он говорит в рифму. Готовит от ПТС. Что ж, гости оценят житье и бытье. Быть может, на ха, а быть может, на ё. Быть может, на оба. Скоро будет самое главное. Итак, мы с тобой приготовили три блюда. В отличие от своей коллеги, я тебе желаю удачи. Всего самого-самого хорошего. Браво-браво-браво-браво-браво-браво. Удивляй гостей. Балуй публику, весели, развлекай, корми. А я вернусь вечером. Пока. Еще увидимся. Пока-пока. Хочется сказать, что ничего круче шоу тех лет, такие как «Дорогая мы убиваем детей», там «Хата на тата», «Званый ужин». Вот реально, по-моему, больше такого ничего не снимали. То есть вот эти вот первые украинские шоу, первые русские фрик-шоу. Боже, ты смотришь, прям вот кайфуешь, потому что знаешь, что сейчас ты увидишь отборнейший кринж. Профессиональная бездельница Яна Лукьянова готовится от... На самом деле, для того времени, с третьей ванной у нее такая ничего... Платье она делала, красивое ожерелье. ...рыть эту нашу необычную неделю. И первой использовать свой второй шанс. Привет. Здравствуй. Заходи. Меня зовут Максим. Яна. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Отлично выглядишь, как хорошее платье. Спасибо огромное. Надеюсь, оно мне идет. Как добрался? Хорошо. Проходи. Хорошо. Законственная квартира, чувствуй себя как дома. Спасибо большое. Пойдем. Яна меня слепила своей внешностью. Она мне даже поцеловала в щечку. Я уже в предвкушении вечера. Интересно, что будет дальше. Какая яркая девушка. Привет. Привет. Меня Яна зовут. Меня зовут Аня. Блять, Аня, конечно. Она оделась. Просто невероятно. Давай так. Просто какая-то жилетка саболиной. Ушки Микки Мауса. Не Микки, а как ее звали там. Микки это мальчик, а Мини Маус, боже. Аня. Яна. Яна. Я думаю, что это судьба. Сладкой девушки, сладкие конфетки. Конечно, в день шоколадной стервы. Они будут очень-очень кстати, тем более с вишенкой. Спасибо тебе огромное. Проходи, знакомьтесь с моей квартирой и чувствуй себя как дома. Яна встретила меня весьма гостя. Она оргазмом, правда, я забыла немного помыть голову. Время. Но прямо с порога я почувствовала, что передо мной нейрозы. Прямо с порога я чувствую, как мне в уши просто какой-то ультразвук залетает. Овечка. Реальная продвинутая стерва. Привет! Привет. Меня зовут Дима. Меня зовут Яна. Я смотрю тоже с подарочками. Да, я купил тебе апортированную палочку для твоей собачки. Надеюсь, у тебя есть собачка? У меня нет собачки, но если ты хочешь побыть моей собачкой, то я тебе разрешу это. Ты знаешь, пожалуй, такой нестандартный подарочек я, наверное, не приму. Поэтому подарочек этот я выкинула в дверь. Но так и быть, тебя не буду выкидывать. Можешь проходить. Пойдем. Какой-нибудь собачке. Импульсивная Яна выкинула за порог мой подарок. И я чувствую, что она будет прессовать гостей на... Она будет прессовать тебя, дорогой. Просто ты принес ей что-то продолговатое и сказал, что это портированная палочка, тем самым как бы намекая на ее развязность. А Янка тебя раскусила как молодого. Понял. Ужни. Господи, ты боже мой. Ай, ой, ой. Сами заходят, сами приходят, сами ва... Меня Яна зовут. Здравствуй, уважаемая домовладелеца. Гостей с окраины принимаешь? И с окраины с региона. Мы не с регионов, мы не с регионов, мы местные, но с окраины. Проходи, обустраивайся. Тапочек, тапочек, тапочек нет. Почему? Потому что у меня домработница проходила. Хорошо, когда есть домработница. Я смело зашел в квартиру Яны, зная, что там девушка и что она, в принципе, ждет моего прихода. Поэтому надо было зайти уверенно, как самец. Глядя на Николая Должанского, ты сразу понимаешь, что перед тобой не какой-то бета-гамма, а действительно альфа. Мужчина, который в себе уверен. Я так и зашел. Я так делаю по жизни часто. Ну что, дорогие мои, сегодня я имею честь, так сказать, открывать неделю второшансников. И, дорогие мои... Скатерти не поутюжено, просто мятое, постелило все. Нет такого слова в русском языке, но я его употреблю соуженники. Давайте все-таки познакомимся, поговорим друг о друге. Начну я с себя. Меня зовут Яна. Я на данный момент ничем не занимаюсь. Я бездельница, чему я несказанно рада, несказанно счастлива. До этого работала в банковской сфере. Сейчас получаю второе высшее образование театральное. Люблю перевоплощаться. Тема сегодняшнего вечера очень мне близка. Это день шоколадной стервы. Я соответствую... Тема очень мне близка. Знаете, постоянно раз в год мы с вами празднуем этот день, день шоколадной стервы. И есть люди, которые не соприкасаются с этой темой, а Яне эта тема очень близка. И как раз вот так совпало, что сегодняшний день, это день именно шоколадной стервы. Боже мой, какое совпадение. И прилагательный муж шоколадный, я все-таки брюнетка. Ну и такая же сладкая, скажу, для мальчиков. И я стерван, да, я еще там. Всем доброго вечера. Меня зовут Аня Аркасова. Это какая фамилия? Настоящая? Так их не бывает. Абсолютно настоящая. Потом покажу паспорт. Итак, я работаю на радио. Веду несколько авторских программ. Чем не сказал она? Наверное, они о сексе. Или программа про Анну. Да, вот такие вот у меня выводы. Именно по имени и фамилии я ориентируюсь. Когда на радиоэфирах работают люди, то темы выбираются именно по имени, либо фамилии. Аркасмова значит про оргазмы, Аня значит про блять. Рада последний год посвятила тому, что поступила в театральный вуз. Все театралы такие невероятные прямо. Да, увлекаюсь путешествиями, эротической живописью. Очень люблю домашних животных. И также принимать гостей. Ну что вам, товарищ? Эротическая живопись, блять. Тебя рассказать. 42 года, не женат. Простой советский служащий. Служу архивариусом в архиве. Рассказывать много о себе нечего. Скромный человек. Ой, бля, знаю Коля Должанского. Вспоминаю, как он был на Доме-2. Как он рэп читал. Как он с этой девчонкой там, знаете, вот помните, фишки его все. Коля далеко не скромный. Раньше попал в такую яркую компанию. Ну, кое-где в каких-то кругах славлюсь как поэт. Сочиняю рэп, кое-где читаю. Ну, это так по мелочам, как бы, типа хобби. Ну что, вас мы оставили на десерт. На сладенькое. Всем добрый вечер. Меня зовут Макс Светский. Он становится еще добрее, когда ты говоришь, что он добрый вечер. Внедряюсь в общественную чекшу бизнеса. То есть я певец, пою. Мои хобби это философия, психология, магия. То есть я могу видеть сны и много что прочее. Ну, чел, понимаете, может видеть сны. Это не просто какая-то обычная вещь, блядь. Чем ты занимаешься? Ну, я занимаюсь магией. Я пою, внедряюсь в общественную ячейку шоу-бизнеса. Также вижу сны. Хожу, еще дышу. Ем еду. Вот такие вот у меня хобби. Меня зовут Дмитрий Вичинников. Я студент Мехмата. Но, несмотря на это... ...человек, который пишет ВКонтакте в 2015 году и говорит, что я на тебя подам в суд. Правильность, я также ведущий и организатор различных мероприятий любого масштаба. От детских утренников до крупных медийных мероприятий со звездами. Ну что, дорогие мои, пока можете посмотреть квартирку, поговорить про меня гадости, мерзости, мерзопакости. А я, собственно говоря, пока отлучусь. В целом компания показалась мне... ...реальными фриками. ...каким-то, знаете, непонятным сбродом бродяг, которых побила жизнь, изъела моль. И вот такие вот вшивые, они пришли ко мне на ужин. Когда смотришь на я, ну именно ощущение вот этой кровати, да, такой вот... Я с тобой согласна. ...стильной, красивой и, ну, безусловно, и пафосной, и сексуальной. Яна очень часто носит красный цвет, и здесь очень много красного, ведь мы это любимый цвет. Посмотри, какие у нее интересные предметы. Это, наверное, какие-то трусы. Да какие трусы. Это пояс, пояс для чулок. Видишь, такой весь у мажорный. Ну, интересно было посмотреть на ней. Да, налазит максимум на руку Анны Оргазмовой. То есть ты считаешь, что не хватает здесь чулок еще, да? А, в смысле, вообще на... А, на самой... Ты шалу? В принципе, я не понял, зачем она их выставила на ПК. Она агент-провокатор, понимаете? Вот такая вот она девчонка, за этим и выставила. Скажи спасибо, что голой тебя не встретила, хотя почему нет? Сейчас, возможно, просто коллекционирует нижнее белье. Да, она сто процентов коллекционирует. Наручники. Зачем они интересные? Ну, она просто капитан полиции. Секс-полиция. Как ты относишься к такими игрушками? Знаешь, я отношусь очень хорошо. Да? Знаешь, я отношусь очень хорошо, когда приходят в комнату человек с этими огромными-огромными наручниками, и не только этим огромным, скажу честно. Человек, я сказал, не просто так. Девушки меня особо интересуют. Да. А может быть, она ловит преступников? Она ловит? Она ловит. Как совсем прижимая. Которые насталили. На датсуге, да, между бездельными. Она ловит. И различными своими занятиями, ее хобби. Поймала и отвела к себе в спальню. Да, и наказала. Да, наказала. Пошла наказывать, наказывает. Наручники говорят о том, что Яна занимается очень зажигательным сексом с использованием элементов БДСМ. В своей жизни я также использую наручники, считаю, что они придают яркость и креативность отношениям. Дмитрий, вот предлагаю вам обратить внимание на... А также майонез использую. На устройство. Я в электронике слабо разбираюсь, не знаю, как эта штука даже называется, но фишка этой штуки в том, что в ней видно Яну. В ней видно Яну, такой, какой мы ее, к сожалению, сейчас не видим, потому что она одета. Нет, к сожалению, что мы ее сейчас такой видим, потому что я считаю, что неподобающе. Девушки даже в ее возрасте показывают все свои прелести и так на показ. Любой девушке должна быть загадка. Дмитрий, вы ханжа. Яна молодая девушка, ей кажется, что можно... Видите, насколько Коля Должанский прогрессивный? Как это было снято давно, а он уже говорил, что можно девчонкам что угодно, вот хочешь голую фотку выложить, выкладывай, не слушай общественное мнение, понимаешь? Коля прогрессивный человек. Такого рода эротическими фотками произвести впечатление на мужчину. Но люди, которые взрослее, больше судят все-таки по характеру и по характеру личности женщины. Дмитрий, что вы думаете по поводу вот этой интересной обуви? Понятно, почему Яна использует длинный каблук, потому что чем он длиннее, тем больше это ассоциируется с созреванием. Помидоров. Что сказал Дмитрий Витчинников? Мне понятно. В принципе, вообще никак. Так, мне кажется, она надевает такие туфли с длинным каблуком для того, чтобы, скажем так, наступить помощнее, посильнее на яйца кукол, до которого она охмурила, для того, чтобы точно из него выкачать все бабки. Как известно, когда у тебя каблучок-то на яйцах, отдашь ты все. Мне кажется, Николаю Должанскому надо было вести свой канал с реакцией, потому что у него просто невероятная какая-то фантазия. Вот как он это выдумал, вообще непонятно. Как же тяжело ходить в таких каблуках, и как же плохо ее ножка. Едва познакомившись с хозяйкой, гости уже поняли, что от сегодняшнего ужина можно ожидать чего угодно. Какое у нас блюдо заявлено? Скандал? Аромат скандала. В смысле запах. Ну, сейчас, я думаю, по скандалю мы с вами заберем. В смысле, возможно, даже воню. Ну что, зайки мои, пришла я, собственно говоря, с закуской, да. О, сразу себе. Я думала, мы передадим сначала даме. Закуска представляла собой на внешний вид говно, каловые массы, отложения какие-то. Некую субстанцию такого, как бы, ну, грязеподобного характера. И создавало впечатление такое, что непонятно, что от этого ожидать. Это шоколад настоящий? Это настоящий шоколад, обжаренный лук, кунжут и бананы. Ну, это шоколад. Ребишь бананы, Дим? Это шоколадом не пахнет. Это шоколад. Ну, это похуй, извини, пожалуйста, ну, сказать, сказать, по правде, это на грязь, скажем так, мягко похоже. На грязь? Да. Не-не-не, это значит, другое похоже на очень вкусное. На собачьи какашки. Ты уже пробовал? Попробовал уже? Да, попробовал. На самом деле, я думаю, что будет не сочетаться, но реально вкусно. Мравится? Да. Бро, у тебя рот в говне. Одно из моих любимых блюд. Вот, Дим, от тебя не ожидала. И от тебя, Макс, тоже. Ну, я боюсь, что потом на унитазе не сидеть. А так, в принципе, я ничего, курицы не хватало, соли, а вот этой каши, просто было есть, наверное, скорее всего, невыносимо. Но по отношению, с уважением к Яне, я все-таки решил попробовать. Как говорится, с уважением к Яне, Яна вообще вас не уважаю, это ни во что не ставит. И чувак говорит, из уважения к Яне, я решил это попробовать. Боже мой. Ну, чувачок немножко недалекий, поэтому издеваться над ним одно удовольствие. Не, я не могу это пробовать. Смотри на меня и учись. Коля, как это? Это шоколад. Ну, я понимаю, что шоколад, я знаю, как... Ребята, в каком месте мы еще попробуем? Я не могу предать себя. Хорошо, давай, иди со своей вилки. Нет, нет, Коля. Давай, давай, давай. Коля, нет, нет. Коля, ну, между нами говорят, тебе, наверное, и не надо пробовать. Я бы на твоем месте кефир и яблоко. Два яблочка в кармана, кефира за щеку. Ну, тебе не привыкать, я думаю, за щеку, и все, и... Бля, вы понимаете, это припускали на телевидении. То есть слово сука нельзя сказать, а взять за щеку и просто откровенно фатшеймить в женщину эту. Блин, ребята, вы говорите, типа, чего ты такой жестокий был раньше? Ну, такое время, понимаете? Люди, как говорится, меняются какие-то, а какие-то не меняются. Надо Новый Берч, короче, выпускать. Гала в путь, а дальше охренел, что ли, иду вперед. К самому начало вечера. А оргазмова это сто процентов твоя настоящая фамилия. То есть ее не оскорбило, что ее назвали жирной, а оскорбило то, что она берет в рот. Хотя сама сказала, что сексом она заниматься любит. И она стала нападать на меня и бросаться нелепыми фразами. На мой взгляд, эти фразы из ее жизненного опыта и все пережито ей лично. Что касается ваших претензий к госпоже оргазмовой, ну, это же претензии совершенно несусветные. Мужчин тянет к полнотелым женщинам, это факт. Какой-то адвокат, защитник, что ли, выискался. Скажу вам, скажу вам так, она мне понравилась вот сегодня. Да, у нас любовь. Может быть, все-таки моя грудь самостоятельно от меня будет конкурировать с Аней, потому что когда происходил час знакомства, все-таки взгляд раздевающего характера был сфокусирован на моей груди, а не на Аней. Я думаю, надо как-то вот вежливым быть со своей дамой. Яна, верьте в себя, верьте в свои достоинства. Ничего еще для вас не потеряно. Я для вас еще не потерян. Было бы неплохо видеть, конечно, декольте и немножко все-таки поправиться. Поэтому все-таки надо шоколад тоже кушать, а не только вот его готовить для других. Внимание Николая Должанского мне было неприятно, потому что таких мужчин... А сама-то позавидовала, что он на Аню обратил внимание. Внимание Николая мне неприятно, но, как говорится, королева должна быть здесь я. И даже внимание от такого черта все равно хотелось бы, чтобы ко мне шло в первую очередь, а не к этой Ане. Но, как говорится, внимание мне его неприятное. В моем окружении нет, и когда он еще говорит, что я имею на него какие-то виды, ну, здесь можно просто развести руками, посмеяться и обреченно нести этот крест мне дальше. У меня такое ощущение, что ты все, что ты делаешь в своей жизни, да, руководствуешься только своим собственным мнением. Есть мнение какого-нибудь человека, который тебе не безразличен? Да, это моя лучшая подруга, ее зовут Полина, она живет в Петербурге. Скажи, пожалуйста, ну, ты слушаешь свою подругу Полину, а на остальных вообще конкретно плевать, да? Я не собираюсь выслуживаться перед людьми, я не собираюсь одевать маску, чтобы им понравиться. Если я людям нравлюсь, они хотят со мной общаться, то мы продолжим общение, я открыта для общения, я рада новым знакомству, новым людям. И моя там телефонная книжка регулярно... Ты воспринимаешь положительное мнение о себе или критику тоже воспринимаешь? Критику я не воспринимаю вообще. Ты считаешь, что это негатив, который тебе повредит, или это просто то, что не заслуживает твоего внимания? Смотри, есть критика критики Родин, если меня будет критиковать какая-нибудь тетя Зоя из Воронежа, или дядя Вася-тракториста... Я хочу сказать, что вот каким бы я на Лукьяново ни была фриком, да, вот на протяжении всех этих лет, но она говорит вполне разумные вещи, понимаете? То есть, типа, прислушиваться критике можно, но если это действительно критикует какой-то Вася, блядь, с пятого подъезда, то... Механизатор, то мне глубоко наплевать на это будет. Если меня будет критиковать профессиональный стилист и скажет, Яночка, ну не надо тебе быть брюнеткой, не твое это, то я, конечно же, к нему прислушаюсь. Родная, а чем стилиста лучше механизатора? А вот и советский человек подключился. Механизатор может быть по жизни больше гораздо опыта, чем у стилиста. А, Куленька, ты, видимо, сейчас только что... Такой житейской простой мудрости. Если ты посидишь за одним столом со стилистом, ты ничего от него не узнаешь, только деньги заплатишь за столом. А если бы ты посидел за одним столом? А если ты посидишь за одним костром на берегу речки Волги с механизаторами, со слесарями, то ты вот столько узнаешь про жизнь, что тебе жизнь пока обернется вообще другой стороной. Тем более среди стилистов. Мне кажется, они говорили о разных вещах. Яна говорила о том, что надо прислушиваться к профессионалам типа своего дела, если он тебя критикует действительно. Типа явно механизатор не даст ей совет о том, как правильно одеваться и какой ей цвет пойдет. А Коля начал защищать простой народ, простой люд. И тот, и тот хороший. Коля хороший, Яна хорош, все хороши. Менты, поскольку крыть было нечем на словах, то она перешла к самым нелепым поступкам, каким можно было придумать. Вообще. Ну не драться с девчонкой, а. Не взять такой тварь, это ты чего? Ты не можешь стать, выставить мне 0 баллов, заслуженную оценочку, и шагать дальше. Яна, вот теперь придется ставить тебе 100 баллов, чтобы не подумали, что я с тобой пытаюсь расквитаться за счет очков. Коля в этой ситуации повел себя как благородный мужчина. Потому что только нормальный благородный. Если честно, смотрю на это, я не понимаю, что я должен испытывать в принципе. Потому что это парад каких-то фриков. А Яна говорит иногда что-то нормально. Иногда не... То есть ты не понимаешь, как к ней вообще относиться. То есть, понятно, что первое впечатление это полное торжение ее личности, ее как человека. Но типа ты смотришь и понимаешь, если немножко, знаете, углубиться, понимаешь, что это такой, знаете, вызов. Она пытается всем показать, что все живут по каким-то правилам, у всего есть какие-то рамки, а она их просто разрушает. Она делает, что хочет, а она двигается только вперед. Вот такая вот у нас Янка. Боже. Мужчины не позволяют себе в ответ никаких жестов. Может быть, мы перейдем к основному блюду? Если Николай не хочет покинуть осе гостеприимное. Яна, чтобы я мог не быть в этом помещении, не надо было мне открывать дверь. Ужин в доме шоколадной стервы продолжается, и хозяйка готовится подавать свинину с интригующим названием Соблазн Эрго. На самом деле, странное такое шоу, да, получается, она заранее все готовит, все остывает 3000 раз. Гости приходят там спустя часов 5, наверное, когда уже блюда приготовлены, и, естественно, никто не может оценить кулинарные вот эти вот шедевры. Ну, конечно, в случае Яны это пиздец, может быть, это даже и на руку, но в целом концепция шоу изначально была неправильной, потому что вряд ли они хотели каких-то фриков приглашать. Там, по-моему, будет оргазм. Если там опять шоколад, то нужно здесь принять. Мне кажется, там я боюсь даже думать, что там есть, потому что само название меня не вдохновляет. Пооргазмируем? Это намек на фамилию девушки, которая справа сидит от меня? Это намек на блюдо. Я, конечно, не видел такой подачи блюда, но это просто офигеть. Мне кажется, что Яна не испытывает к нам сипатию и не уважает нас как гостей. Это картошка, да, Нил? Ты только сейчас это понял, дорогой? На самом деле, я вас немножко обманула, это не картошка фри, хотя выглядит как картошка фри. Авокадо? Не, манго. Манго же? Это манго, да. Манго меня сейчас, честно говоря, не вдохновляет и совершенно не нравится. Какой-то дурацкий то ли фрукт, то ли овощ. Короче, тебе не понравилось, да? Мне не понравилось только манго. Я уже боюсь говорить, что мне что-то не понравилось. Правильно, правильно. Чтобы еще два стакана не облили меня с головы до ног, поэтому я постараюсь похвалить мясо. Мясо было обычным свинным мясом, подгоревшим. Я думаю, что изначально Яна хотела всех удивить и подгорел мясом, но для труда глаз назвала это все пьяной корочкой. Мясо оставляет желать лучшего. Ну, выкидывай, Анют, что ты? Ну, выкидывать не собираюсь. Я-то хотела вам еще с собой собрать, позаботиться о вас в контейнере. Нет, убери, пожалуйста. Мне нравится, какой огромный спектр эмоций у Яны. То есть она специально всех вызывает на какую-то провокацию. Когда ей человек говорит, что он действительно думает про ее блюдо, она почему-то на это начинает обижаться. Типа, это же странно. Ты на что рассчитывала? Что все будут тебе лицемерить и говорить, что это вкусно? Ну, как Коля, явно такого бы не было от каждого участника. Боже, я не понимаю. Я бы сказала, знаешь, вот в общем и целом, в принципе, здоровое, да, вот все здоровое питание, да. Но, честно, мне не хватило соуса. Я бы вот представляла, что вот это все и рукола должна быть соусом, например, там туда кедро. А еще мне нравится, что люди действительно на полном серьезе анализируют ее вот эти вот рецепты. То есть, чего там не хватало? Там не хватало нормального рецепта, нормального блюда, приготовления, вот этого. Такой сырный, наверное, или чесночный, что вот так вот. Или майонезный так навалить, да навалить, как ты ложками дома сидишь, майонезную такую бочку ставишь и лопаешь, да. Ты же сразу не видишь, как я сижу дома, кушаю, естественно. Нет, это как будто... Такая она противная, да. Я понимаю, что она как бы агент-провокатор, но, бля... Наверное, соус, вы что? Нет, это был апельсиновый сок. Снимочка, это перебор. Конечно, добавлять апельсиновый сок, как я это сделал, не очень хорошо для желудка, потому что желудочный сок разбавляется с... Какой душнилый этот, блядь, ушастый чел. ...сладким соком. Но это был выход из того, что свинина была действительно сухая. Что касается мяса, то здесь я какао, в принципе, не почувствовал. Или вот эта черная штучка? Какао. Ну, это уголек. Я думаю, все шашлычники подавидывали бы моему мастерству делать вот что-то такое без мангала. Мясо вроде запеклось нормально, то есть, знаешь, что оно вроде здесь как-то бесуховато, но... То есть, ясно, оно нормально, но не хватает еще какого-то соуса. Основное блюдо они несколько недопоняли, потому что... Потому что это блюдо было нацелено только на их оскорбления, как и все остальные блюда. В кильки наложить в томатном соусе, что-то поставить в графинчике и картошки в мундирах, отварить все. Это их уровень, им было бы отлично. Ну, что ли дело, Янка, а твой уровень, блядь, сука. Как же это понимать все? Типа никто не оценил шоколадное говно. Как-то раскрепостить эту атмосферу. У меня для вас есть развлечение. С нетерпением ждем. Я знаю, что Яна большая любительница шоколада. И, возможно, на развлечении мы будем купаться в шоколадном фонтане. Я уверена, что на развлечении Яна приготовила нам шоколадный сюрприз в виде игр с шоколадом. Уткнувшись лицом в тарелку, там, скушать за минуту какое-то очень большое количество шоколада, допустим. Или что-то шоколадом дорисовать. Яна попросит себя разукрасить этим видом еды и попробует слезать все до капли с себя. То есть она просто попросит, знаешь, вот здесь намазать шоколад, вот здесь, на жопе, на ушах и попробует это все слезать. Потому что у Яны шестиметровый язык. Мама дорогая. У Должанского аж рот открылся. Когда Яна вышла в таком откровенном наряде танцевать на развлечении, то я позавидовала, что я ела много пельменей. Я подумала, что у нее действительно красивая фигура, действительно есть что показать. И я на секундочку подумала, может быть, о какой-то диетке. Но потом вспомнила, что все, что я ела, намного приятнее, чем какая-либо диета. Когда я видел Яну на развлечении в таком наряде, я просто офигел, так как он показал свое прекрасное тело и... Потерял дар речи человечек. И я вообще ее танцую. Как говорится, слово сука мы не можем сказать, но голую Яну Лукьяву мы можем показать. Я просто ушел для того, чтобы показать, что я участия в таком действии не принимаю. И мне кажется, что заднеприводный здесь все-таки не Макс Светский, а Дмитрий Очинников. Думаю, любому воспитанному человеку не понравится такое развлечение. По-моему, отличное развлечение. Когда Коля вышел и стал танцевать, я слегка даже заревновала, честно говоря. Мне хотелось, чтобы внимание Коли было только моим. Это был танец только Яны Лукьяновой. Коля, ты все испортил. Отчасти я хотел подгорать ей, отчасти мне хотелось потанцевать. Или на кого она начала кричать? Для Ани отчасти мне просто хотелось присоединиться к общему карнавальному настроению и стать элементом этого карнавального настроения. Ни в коем случае я не предполагал как-то разозлить Яну. Колюсеньку, не расстраивайся. Я надеюсь, она нам хоть десерт-то принесет. Как ты думаешь? Она же, по-моему, не на Колю обиделась. Неожиданно закончившегося развлечения гости все-таки собрались за столом, хотя полной уверенности, что хозяйка подаст десерт, у них нет. Вернется ли наша хозяйка и даст ли она нам десерт? И Николаю в том числе. Там такое название прям, что-то сэ. Может быть, ссок от Николая убрать. Ребятки, я с десертом. Пожалуйста. Десерт выглядел аппетитно, мне очень было хотелось поскорее его начать кушать. Мне нравится, как человек очень хочет попасть в шоу-бизнес, но разговаривать не научился совершенно. Хотя он поет песни, зачем ему разговаривать, правильно? Пошел вон из моего дома. Пошел вон. Я не потерплю, чтобы когда люди выступали, им портили сюрпризы. Одно дело, когда Николай вышел меня поддержать, и мой эмоциональный всплеск был основан на твоем уходе, ты мог сказать потом, впоследствии, как я плохо танцую, какая я х**, какая я мерзительная хозяйка, какая я отвратительная и так далее и тому подобное. Но срывать людям номера и сюрпризы, и развлечения, это последнее дело. Последнее дело, боже. Какая она... Оооо, она такая отталкивающая, такая неприятная, конечно, тут, боже. Еще мне нравится, как она под себя подстраивает любую ситуацию. Типа он просто вышел, как бы он не дал ей там пинка, не начал кричать или улюлюкать, он просто ушел. И она восприняла это как какое-то личное оскорбление. То есть для нее нормально было досмотреть, если бы ты досмотрел номер, сказал потом, что это полнейшее говно, и все было бы хорошо. В общем, понимаете, люди по-разному какие-то вещи воспринимают. Дело, наверное, человека, который рос в деревне и никогда не видел, как для него выступать. Поэтому ты уходишь из моего дома вон и выметаешься нахрен отсюда. Меня вообще первый раз в жизни выгнали с ужина. Я вообще потрясен. У меня эмоции зашкаливают. Мне нравится, что чувак просто повязал здесь какой-то слюнявчик, на котором написано «Дмитрий Ветчинников». Я удивлен. Конечно, я ставлю ноль баллов. Я, ну это не потому, что я боюсь очередного стакана или то, что у меня малина пойдет в лицо. На самом деле, как только поставлено было блюдо, я еще не попробовала кекс, но аромат уже достоин внимания. Хочу тебе сказать. Спасибо. Безусловно, тортом назвать десерт нельзя. Здесь был только кекс. В итоге он был еще подгоревшим, но та часть пирога, которая не подгорела, и если соединить это с малинкой, было весьма и весьма неплохо. Действительно, это скорее все-таки кекс, а не торт. Он приятен на вкус. Единственное, что вот, по-моему, лишняя деталь – это… Мята? Мята, да, потому что я не понимаю, к чему она… По-моему, это просто украшение, чтобы блюдо выкатило красиво. Да? Единственное, что скажу, что, может быть, для украшения надо было что-то, может быть, там, я не знаю, какую-то еще ягодку, кроме малины, потому что вот это вот как-то вот… Куре ты наливаешься, по-моему. Ну ладно, я все. Я замолчал. Я побоялся критиковать ее десерт, потому что не знал, что она еще сделает. Может быть, снова вылет ссор. Короче, я понял. У Яны была определенная стратегия, и она ее придерживалась. Все, что бы она ни сделала, по ее мнению, должно было восприниматься просто каким-то невероятным рукоплесканием, овациями, просто богоподобными комплиментами. Но, к сожалению, оказывается, все ее выходки могут кому-то не нравиться. Это удивительно, да, Яна? ...выгонит меня. Поэтому я корректно высказался о ее десерте. Десерт был обычный, о нем, собственно, ничего особенного не скажешь. Просто кекс и малина. Макс, а тебе как? Расскажи мне. Здесь грязность. А, я думаю, я сюда не буду как раз вот садиться. Я, пожалуй, присяду вот так вот и уточню. Как тебе? Понравилось или нет? А, десерт мне понравился. Может быть, так будет вкуснее? Мне вечер понравился, потому что Яна себя провела, показалась с разных сторон. Потому что она села на меня и немного, скажем так, возбудился. Я и хороший, и девочка, и без комплексов, и в целом мне понравилось. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень добрый. Так случилось, что мне с вами не пришлось познакомиться раньше. Меня зовут Александр Ковалев, я ведущий программы «Званый ужин», коллега Григория Шепчука. Я его Григорием называл. Александр. Конечно, хотелось бы увидеть всю пятерку целиком, но не судьба. Нет, да, это не судьба. Не судьба. Я хозяйка, я решаю, да. Дорогие друзья, несмотря на все эмоции, которые сейчас вами одолевают, я прошу вас не забывать о главном правиле. Каждый раз по окончании ужина оценивать старания хозяина. Наконец-то мы увидим нормальные реальные оценки. Что сейчас это произойдет, а я с вами прощаюсь, до завтра. А я жду свои нолики. Хе-хей. Я думаю, что Должанский. Вот она провокаторша, да? Так я жду нолики, а ребята поставят ей хорошие оценки. Поставят мне ноль баллов. Это неадекватный человек. Это просто псих, сбежавший из леса. Сто баллов. Я решил поставить ей такую оценку, потому что сегодня в течение вечера у нас с ней завязались какие-то странные отношения. Он реально психопат. Типа, какой женщине нормальный он может понравиться. Даже Яна говорит, он фрик. Он не может никому нравиться никак. Никаким образом вообще. Он такой, сто баллов. Мне кажется, у нас завязались какие-то отношения. Это знаете, когда в школе какой-нибудь чувак, там, не знаю, самый страшный, вонючий, подходит к тебе, говорит, привет, давай познакомимся, такая, нет, я занята. Он такой, мне кажется, у нас что-то было. Понятные, но, может быть, они окажутся интересными. Я думаю, Анечка поставит мне 10 баллов, потому что она мне завидует черной зависти. У нее уже все позади, а у меня еще все впереди. 20 баллов в два раза больше. Не о высокой кулинарии, не о гостеприимстве на данном вечере речи не шло. Макс поставит мне баллов 30, потому что он не рискнет занизить мне оценку. Он меня хочет и боится одновременно. Яночка, все прошло гарно, но я тебе ставлю эту оценку, так как я хочу выиграть. Опа, ноль баллов. Ужин шоколадной стервы соперники оценили в 120 баллов. Вы понимаете, откуда ноги растут вот у этих всех крысок, еще вот со званого ужина. Когда кажется, что все хорошо, даже лучше, чем хорошо, отлично, говорят, все в шоколаде. Насколько это имело отношение к сегодняшнему вечеру у Янны, вы уже видели. Да, примерно на ноль баллов это имело отношение. Это просто какой-то ужас от ребят. Давайте так, если вы очень тепло примите этот ролик, то я, конечно, продолжу снимать обзоры на званый ужин. У нас есть еще 4 ужина, как минимум, из этой серии. Мне кажется, можно будет знатно посидеть, поугарать, поностальгировать. Поэтому собираем лайки, просмотры и все остальное. Спасибо большое. С вами был, как всегда, и приятный Ильдар. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok